Для рязанских краеведов кинотеатр «Родина» – незыблемая историческая твердь послевоенной эпохи. По легенде, здание построили пленные немцы, отсюда европейская архитектура и строгий стиль арт-деко. Краевед Игорь Канаев называет его даже стилягой среди классических особняков и банков на улице Ленина. До этого кинотеатры были, например, в конюшнях, как кинотеатр «Ким» или потом «Молодежный», в деревянных зданиях, в прогимназии, в купеческих домах на вторых этажах. Славился этим особенно улица Почтовая и Соборная. Самый, наверное, шикарный кинотеатр в послевоенные времена. На втором этаже буфет, живая музыка иногда играла, оркестр. И зал с неплохой акустикой. В Патриот-центре получение нового здания рады, но форсировать события пока не намерены. К статусу культурного наследия здесь отнеслись со всей щепетильностью и для начала решили оценить объем и стоимость ремонта. Впрочем, планы на здание у новых собственников серьезные. Они готовы обустроить здесь полноценный региональный штаб. Мы ставим себе цель такую, чтобы он был открыт для патриотических организаций. Соответственно, они могли на его площадке проводить свои мероприятия. Естественно, мы как организация, которая будет заниматься его эксплуатацией, этого здания, помещений, там будут наши офисные помещения частично. То есть наши сотрудники будут там находиться. И плюс ко всему мы будем на его площадке реализовать собственные мероприятия и проекты, которые сейчас мы находимся в арендованном помещении. Соответственно, мы переедем туда полностью. Плюс под наши проекты нам тоже требуются площади. Три основных направления работы Центра – военно-патриотическая тематика, допризывная подготовка будущих новобранцев и мощное развитие добровольчества. Акции «Мы вместе» или «Волонтеры Конституции» прошли масштабно, и подобных проектов, говорят, в Центре станет больше. Полторы тысячи квадратных метров Родины позволит вместить всех. Максим Васильев, Максим Яковлев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Волонтеры Конституции